Продолжение следует... 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 А теперь конкретно давайте звернемся до показников, как давали лис на показники гидрологического баланса. Я абсолютно не сильный с утверждением, что лис степил в гидрологическом плане негативную функцию. Ему типи деякие пояснения дали. Справа в том, что Висоцкий правильно говорит. Есть тезис, а почему-то только одна часть тезису Висоцкого выбирается с его работой. Абсолютно игноруются все эти работы, которые были сделаны в Висоцком стосовно гидрологического влияния. Так вот, Висоцкий правильно говорит, его тезис, который известен даже для студентов 3-4 класса. Он высушивает равнины и своложивает гор. Правильно он сказал. Но это только в том, когда вы говорите о равном грунтовых воде на корень доступной леды. На корень доступной леды. Он тогда поднимает уровень грунтовых вод и тем самым как раз негативно впливает на гидрологический режим. Висоцкий икон не говорил про то, что лис в степу не позитивно впливает на гидрологический режим. Это абсолютно неправильно. Я хотел бы, чтобы это было на власть. Була великая работа института, сделанного стосовно вплива и систосов на склады водного баланса. Теперь давайте проанализуем. Для сравнения, значит, такие работы были сделаны институтом. Это в 1890 году. Лаборатория гидрологии по большинству в Украине, в том числе для степловых леды. Дельта О, дельта специдельта О, дельта, прибавка опадов, прибавка стоку архивы, прибавка випановления, прибавка стоку глотового и так далее. Посмотрите, какие прибавки для степловых наших леды. Тут один слайд для речки Євсу. Такая ситуация для речек отримана. Как видите, что лис позитивно впливает на склады водного баланса. Это, я считаю, одна из моментальных работ, а аналоги немало на сегодня. Она сделана на основе новой данной современной гидрологии. И были обозначены нормативы водоохранной и систоси. По одному из показателей. По максимальной прибавке подземного стока. Вопрос в том, что мы выходили из того, вернее, тех, кто разработал эти нормативы, что при умове максимальной прибавки подземного стока, тем самым будет регулироваться пары на истек, будут прекращаться резиновые процессы и будет покращаться качество речкового стока. То есть, все то, что очень важно для степловых умов. И были рассчитаны, соответственно, сделаны. Такие рассчитаны показали, что уровень оптимальной лисистости водоохранения, сейчас я вам покажу, какой в разрезе, ну, тут, например, для басейнов степовой частины, речки, багато речек, басейн Певденного Бугу, Дніпра, Сирийского Деньца. Это все степовая часть Украины. Лисистость, как видите, лисистость, и увеличение стоку грунтового, тут так же конкретные цифры показаны, до 500, 700, 900, навіть, процентов увеличивается прибавка стоку грунтового. При оптимальных уровнях подохранения лисистости, он подавается от 17 до 19, до речи, процентов. Этот уровень водоохранения лисистости, он показан для адміністративных областей. Это остальная колонка. Тут я бы хотел вам навести материали оптимальной лисистости. Взагалі, показник оптимальной лисистости, он страшно дискуссийный, я понимаю, что я после своего выступа буду брать на себе черговую критику критики. Ну, хай так и будет. И справедливо, и в большом случае не справедливо. Так вот, Виктор Федорович Сайко, академик Сайко, який разработал нормативы Института Зимировства, тут лежать, что его сегодня не ланят. У него нормативы оптимальной лисистости, зверніть увагу, практически співпались с нормативами оптимальной водоохранения лисистости. Для большинства областей Украины. Как не диво, я просто грустно, они за выключением грязных наших систем. Франківська, Закарпаття, Чернивская область и так далее. Виктор Федорович Сайко виходит из разминку. Из которого я эти данные должен вам просто оприлюдить. Сьогоди мы имеем 33 миллиона гектарей орден земель. 80% разорванной территории. 70% загально разорванной территории Украины. Сьогодні 80 тысяч гектаров кожного року щоречно виводится из сельско-оскодинского объекта. И эти земли подпадают, как земли, которые поддаются российским процессам. Близько 600 миллионов тонн грунту щоречно взносится. Близько 42 миллиона тонн грунту щоречно взносится у нас. У нас, ввиду того, что там сьогодні все земли не закриклены и не имеют мельяративного захиста. Так вот, сучасные исследования Национальной Академии Аграрных Наук свідчают, что 10-12 миллионов гектаров орден земель, я наголошусь сегодня на этом, должны быть выведены из поскодинского объекта. И на этих землях частина земель, в том числе в степовых условиях, должны быть созданы все, по его данным это примерно 3,8 миллиона до 4 миллиона. А на других территориях должны быть созданы лесовые насадки. А на других территориях должны быть не отводятся под луки. Вот такой вход на сегодня, который вырубился в Институтах Национальной Академии Аграрных Наук. Это последнее исследование Национальной Академии. Это требует, безусловно, трансформации поведенных погиб. Ну, есть там слайд, который показывает, что было защищено лесов. Существенные нормативы были защищены лесов. Это не те, которые были в 60-70-х годах, но точные нормативы. Причем окременно работал наш институт и Национальный университет беоресурсов и природных использований. По многим позициям, вы видите, уровень оптимальной лесистости, он на сегодня співпадает. Можно принимать або то, або иначе, но это уже вопрос, что не так принципово есть. Сколько нужно создать защищенных лесовых смуг разного цельного призначения? Было сказано, что мы не знаем, где и не знаем, сколько. Мы знаем на сегодня и где, и знаем, сколько. Так вот, полезахистные смуги – это письмо, которое будет создать на природных дилянках. Их нужно создать на дилянках с крутизной скилой до 3 градусов. Их нужно создать дополнительно всего 542 тысячи. В том числе в степу, соответственно, степ певничный – 142 тысячи, а степ певденний – и посудливый степ. В целом нужно создать защищенных лесовых смуг разного цельного призначения, прибавки при ерундах, водостокорегулирующих, полезахистных, ризность его призначения приблизительно 785 тысячи гектаров. Частина земель масивных, которые сегодня находятся под эрозийным диском, так же их нужно объяснить. Таких земель сегодня в степу. Структура показана, эродованные дилянки пасовища, яры, каменезные света и так далее. И така загальная площадь на сегодня таких дилянок в Украине – 940 тысяч, в том числе 665 тысяч в степовой части. А теперь давайте снова-таки вернемся до той оптимальной водоохороны, оптимальной местности, которая завершена Кабинетом Министерства Украины, которая является государственным программом Министерства Украины. И которая была ризко разработана нашим институтом в 70-80-х годах, под керемистом Юрия Петровича Георгиевича. Я не згибен абсолютно с Михаилом Юрьевичем, что эти материалы застарели. Да, они, возможно, застарели, потому что структура в ней поменялась. Сейчас у нас много больше ярей, балок, эрозийно небезопасных дилянок. Но даже если брать за основу те нормативы, то мы можем истовкнуть, если мы говорим про это, разработчики в тот момент говорили, что это минимально необходимый уровень мельсистости для стабилизации тех негативных процессов, которые сегодня происходят. И для того, чтобы застабилизовать эти процессы, это нужно создать 2,3 миллиона металлов земли. Теперь снова таки, почему в степу такая большая площадь? Потому что в степу сегодня 65% всех площадь происходят под пиловинными бурями и эрозийными процессами больше, чем в полиции и в лесостеповой частини. И поэтому какие-то эрозийно-деспечные дилянки, какие-то балки, которые постоянно возрастают, на эти данные, я могу сказать, конкретный норматив, как раз их больше сконцентрували в всей частини Украины. И поэтому удивлено, что там великая площадь защищных из своих смуг грязно-цельево-позначение. До речи, Михаил Юрьевич не только планировал Юрий Петрович за хрисные лесовые смуги, Россию, он также планировал создание массивных лесов на определенных дилянках. Это тоже, до речи, очень много времени прошло, пока я узнал методику визначения оптимального естества. Это не такое просто питание. И здесь они потерялись в институте, но пришлось восстановить их. Я считаю, что эта работа надзвичайно была сделана великой, и ее можно просто поставить как минимально необходимые обсяги створения новых лесов, в том числе, в таких условиях. Для этого нужно проводить трансформацию угидью. Посмотрите, тут данный по структуре угидь басейну Сиверского львца. Далее, наиболее лесистая частина Луганской области как раз связано с тем, что значная площадка этих лесов растет в долине Сиверского львца. Но и тут есть дилянки, которые мы должны обоих стороне трансформировать в лесу. Это, в первую очередь, органы земли, которые должны постоянно подать влиянию альювиальным процессом, и тем самым негативы ризного рода виникают. И тут мы можем, даже при таком великой зависимости, заплавной частини сквистить на 8%. Теперь про Докучаеву я хотел бы сказать, потому что очень много посилок на работу Докучаеву, но нет чему-то поверхностный взгляд на работу Докучаеву. Давайте сейчас вернемся до работы Докучаеву, наше ситое прежде и теперь. Работа 1893 года. До речи, выполненем Докучаевской экспедиции был и Георгий Миколаевич Висоцкий, который был в этом году. Он планировал три экспедиции. Криномская экспедиция, Россия, Луганская, Дербургская экспедиция и Мариупольская экспедиция. Двы из трех экспедиций были как раз на территории Украины. Так вот, числі заплановленных заходов по Докучаеву были, читайте, это трошки там статистично, возможно, звучит, на уху, возможно, трошки воно муле, но это последний перепут от Докучаева. Насаджение леса в степу, где? В повододилах, в перевалах и взагалі наиболее открытие просто. Насаджение леса в местах мало придат, а в совсем непридатных по якости когда я первый раз ознайомился с работой, то взагалі, на примере, это удивляло. Питание выведения грунтового производства. Даже такие работы были заплановлены в складе экспедиции Докучаева. Я как раз про ту роль, которую выполняют лисы в степовой части в Украине. Знову таки, с метою покращення стану, что нужно сделать. Есть научные проблемы, это и разработка, концепция, лисовая выполняют декоративные функции. На сегодня мы имеем цифру 440 тысяч полезаписных смуг. Мы не знаем, сколько их есть. Можливо, и 100 тысяч, возможно, и 200 тысяч. Казяина этим смугом сейчас нет. В том числе в степовых условиях того каркаса, который был в степу, его сейчас нет. А мы до этого будем дискуссировать, чьи должен там быть лисы, чьи не должен. Теперь я в деякие питания, которые нужно решить организационные, законодательные, законодательные, нормативные, научные питания. Нам нужно, очевидно, визначити правовый статус полезаписных лисовых смуг. Очевидно, нам нужно восстановить агро-инсумеративные службы, как это было раньше, в системе областных управлений сельского господарства. Надо внести соответствующие изменения, дополнения до земельного, лисового, водного, податкового кодексов, и уточнить соответствующий нормативный правильный акт разрубить под ним. Один из вопросов, которые мы должны мать на уважении, и оно немного разъяснило певную дискуссию, это то, что, когда говорил Павло Гаврилович, я только когда задавал вопрос, относительно генеральных схем, створения противоразийных схем. Так вот, мы должны сейчас вернуться к вопросу организации планования соответствующих заходов, комплексных заходов для певных водозборей, басейнів, певных типов ландшафта. Треба точно визначити те места, где лис должен быть. Я згоден и ствержден, что не в всех кельянках лис должен быть. Однозначно, лис нужно точно знать, где лис должен быть, а где его не должен быть. При этом, в основном, створяющий новий лис, мы должны иметь червонокнижные виды. Мы не червонокнижные виды, которые требуют защитить они должны быть выведены из оборотов. Они должны соответствовать и создать лисы там, где не будет загрозы до уменьшения червонокнижных лис лис Я еще хотим вам сказать, что в новых лисах, которые были созданы, и на Олешковских писках, я могу навести эти данные. Сколько червонокнижных видов появилось, десятки червонокнижных видов появилось, на штучно-створных лисах. Я думаю, тут передоступный директор морюбинский лисово-навкодовщих станций, он даст вычеркну картину и по цему вопросу. И буквально пару слайдов относительно роли лисов степов. Тут есть слайды, как влаштовывается фермерское господарство лисов. Идет природное восстановление, на мело накриняно вапняковых откладений. Лис сам восстановляется на штучно-створных условиях. Аналогичная ситуация здесь как удивительно лисовые насадки, защитные снеги наверху по водородилу гармонично объединяются ковильной степовой растительности. Характерная дитяна байрачно степов. Там пониженная дитяна гармонично свое место и рядом с степовой растительности. Тут видно, как массивные байрачно поедаются сельскохозяйственными угодьями и полезахистными снегами и снегами и сельскохозяйственного предназначения. Штучно створено природное восстановление сосни. Балка, которая с левой и с правой покрыта за растительством практически прекратила свой негативный развитие. Также мы видим процесс природного растения в степовых условиях. Поэтому утверждение о том, что лес в степовых условиях до природной саморегуляции нездатный, это абсолютно хибное утверждение. то есть другие слайды. Речка Минус, посмотрите, как обработают лисы вдовле речки Минус. У меня очень неорганизировано, потому что вкладывал по одному, а вошел по-другому. У меня все. Спасибо, шамальники.